Всем привет! Меня зовут Азад. Вы находитесь на канале Автосправочная. Как я уже рассказывал ранее, уже несколько лет в России пытаются внедрить электронные документы водителей. Начало положено было еще в 2021 году, осенью, когда Минцифра запустила приложение под названием Госуслуги Авто. Это приложение позволяет в автоматическом режиме синхронизировать документы водителя с информацией в его личном кабинете на портале Госуслуг. Соответственно, осенью 2021 года в этом приложении в качестве эксперимента появилась возможность предоставлять в электронном виде, то есть в виде QR-кода на экране своего смартфона регистрационные документы на автомобиль, то есть СТС. А через год, осенью 2022 года, в это же приложение загрузили и электронную копию водительского удостоверения. Однако на сегодняшний день поправки в законодательство еще не приняты, именно поэтому это по-прежнему считается экспериментом. То есть, согласно юридическим требованиям, никто не отменял обязанность водителя иметь при себе оригиналы документов. То есть, если даже у вас электронные документы в приложении есть, с ними все в порядке, ничего по закону не мешает автоинспектору потребовать у вас оригинальные бумажные документы. Как я рассказывал в предыдущем видеоролике, в конце июня и в начале июля 2023 года Госавтоинспекции рассказали о том, что они со своей стороны уже полностью готовы к использованию электронных документов в качестве аналогобумажных. В частности, соответствующей информацией в ходе своей пресс-конференции в июле 2023 года поделился глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. Хороший вопрос. Вообще мы давно уже, так сказать, загорелись этим вопросом еще года 3-4 назад, когда вот опять основа привлечения к административной ответственности. Вот если у меня водительское удостоверение осталось дома, а я еду на машине. Ну, у меня есть категория «Б», а я его дома оставил. Вот насколько мое поведение опасно на дороге. Я же право имею это, я двигаюсь. Но зачастую это является основанием чуть ли не задержания там до того момента, пока водительского удостоверения не будет, задержания чуть ли не транспортного средства. Или я оставил документ дома. Транспортное средство у меня зарегистрировано, я оставил его дома. Какая степень опасности? Ну, она нулевая. То есть на безопасность дорожного движения оставлены документы дома не влияют. И тогда вот мы загорелись этой идеей, как это правильно сделать. Спасибо Минцифры. Честно говоря, видя нашу вот витрину данных ГАИ, которую мы начали там отрабатывать, они быстренько подключились и отработали софт. Вот это авто госуслуги. Вот. Сделали соответствующее приложение. И туда постепенно начали первый СТС загнали. Ну, то есть мы же сейчас имеем всю электронную базу данных. Ну, то есть, если я вижу транспортное средство, я могу по ВИН-номеру или по госномеру его идентифицировать и спокойно его понять, что оно не угнанное. Потому что все угоны, они тоже в наших информационных базах. Сделали СТС-СТС. Начали его тестировать. У нас буквально в первый месяц более миллиона человек скачали это приложение и проявляли инспекторам это, так сказать, электронный документ, так его назовем, QR-код. И, в принципе, этого было достаточно. Даже отработали его в системе там офлайн. То есть не обязательно там где-то есть система там у нас интернет работает, там связь и так далее. То есть она и в системе офлайн работает. У инспектора планшет, который может считывать и понимать, что это документ, который там обновлялся в том месте, где есть интернет. И там постоянно такое идет обновление нашей информационной базы. Поэтому документ СТС очень себя хорошо зарекомендовал. Мы начали думать над водительским удостоверением. Потому что я всегда говорю, что водительское удостоверение очень тяжело идентифицировать человека. Ну вот у меня есть там один друг, у него в паспорте фотография, его никогда в жизни никто не определит, что это он. Ему там 44 года сейчас, а он там сформировался в 25 лет. Вообще другой человек. А сколько таких вот идентифицировать водителей? Да вообще невозможно. Я задумался, а все-таки, а как сделать более эффективно? Вот цифровизация, она дала более такое хорошее дальше движение к тому, чтобы могли документ проверить более, скажем так, скажем тщательно. Достоверно. Достоверно. Ну вот я покажу водительское удостоверение. Мне же надо его тогда все равно забить куда-то на информационную базу, посмотреть, есть такое удостоверение, нет такого удостоверения. А зачастую вообще было, что у человека ничего нет. Мы показали водительское удостоверение водителю, инспектору. Ну, он посмотрит. Там очень тяжело отличить сегодняшними технологиями. Естественно, у него возможности проверить нет, но он его отпускал. А сейчас, когда в цифровом виде, он сразу поймет, если водительское удостоверение, то, которое предъявляется в электронном виде, оно не выдавалось, или оно поддельное, он его сразу выдает. Более того, по его словам, госавтоинспекция смотрит дальше, в будущее, и уже в ближайшей перспективе они планируют развивать систему электронной документации, в том числе с тем, чтобы в будущем у водителя вообще не было необходимости обращаться в госавтоинспекцию для регистрационных действий. То есть, грубо говоря, сейчас уже на портале госуслуг реализована возможность оформления электронного ДКП, то есть договора купли-продажи автомобиля. Соответственно, в дальнейшем, с развитием этих сервисов, когда все эти документы водителя также будут в электронном формате, можно будет после оформления ДКП на госуслугах сделать этот механизм таким образом, что вся информация будет автоматически поступать в ГИБДД. ГИБДД, соответственно, получая доступ к электронным СТС и водительскому удостоверению, которые в приложении уже загружены, будут самостоятельно регистрировать транспортное средство на нового владельца. То есть ехать в ГИБДД даже не придется. Плюс я вот говорил про договор купли-продажи, иди это дальше, чтобы можно было и многие регистрационные действия не приходить в орган госавтоинспекции, а заключив договор купли-продажи, можно легко это, направив в ЕПГУ, мы видим, что машина продана, одно другому владельцу мы автоматически перерегистрируем, и электронный СТС сразу же будет у человека в кармане. А бумажный СТС мы можем дослать по почте, и человеку не надо будет приходить в госавтоинспекцию по этому вопросу. То есть мы не только эти документы, мы еще думаем, как дальше это сделать так, чтобы человеку было комфортно, чтобы он не приходил. И когда это идет через портал госуслуги, мы реально понимаем, что там все четко сделано, все правильно. Каждый из участников процесса переоформления, он идентифицирован, он четко установлен, и его сделка безопасная, и в дальнейшем регистрация его тоже таким же образом приведена в соответствие. И также в электронном виде у нас меняют там место жительства. Сейчас интеграция баз данных по регистрациям подразделения вопроса миграции, тоже она сейчас стыкуется до конца. И человеку было раньше надо было идти переоформлять, ну, менять документ СТС, допустим, если он поменял место жительства. Сейчас такого не надо будет делать. Все будет автоматически, все будет сделано. Эти вот первые два важных документа, они вот так нам развязали руки и дальше дали нам возможность осуществлять те или иные действия. Ждем изменения, и дальше уже будет комфортно. Я думаю, вы все увидите и будете приятно уделены. Но это вопрос пока что, скажем так, будущего. Что же касается текущей ситуации, то 17 июля 2023 года Министерство цифрового развития опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект постановления правительства, которым как раз-таки предполагается уже полностью официально узаконить электронные копии водительских документов. Дело в том, что этим небольшим документам предполагается изменить примечание к статье 2.1.1 ПДД РФ. В этом пункте ПДД как раз-таки перечисляется перечень документов, которые водители обязаны иметь при себе. Согласно этому новому абзацу в этом примечании, электронные документы, вернее электронные копии документов водителя будут приравнены по своему значению к бумажным оригиналам. Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения Федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов, говорится в тексте проекта этого постановления правительства. Предлагаемое новшество направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения, говорится в пояснительной записке к данному документу. Таким образом, этой небольшой поправкой можно будет узаконить сразу же все документы водителя, то есть это и водительское вырастоверение, и СТС, и полис ОСАГО, и все остальное, в том числе там различные лицензии такси, разрешение на перевозку груза, перевозочные документы и тому подобное. То есть все, что прописано в пункте 2.1.1 по ДДРФ. Согласно информации на портале проектов нормативно-правовых актов, общественное обсуждение данного проекта продлится до 31 июля 2023 года. Соответственно, после этого этот документ уже будут готовить к рассмотрению правительством и подписанию премьер-министром Мишустиным. Таким образом, не исключено, что уже в 2023 году электронные документы водителей вот этим маленьким абзацем будут полностью приравнены к бумажным оригиналам. Для тех, кто сейчас в комментариях уже готовится писать о том, что у него нет интернета, нет компьютера, кнопочный телефон, нет портала госуслуг и так далее, в очередной раз хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет только об альтернативе. То есть бумажные документы на электронные никто не меняет, вы можете использовать как те, так и другие. В любом случае электронные документы будут полезны, например, тем, кто часто пересаживается с разной машины или, к примеру, документы перекладывает из одной сумки в другую. То есть если ты документы где-то там в бумажнике забыл, например, в другой машине, либо в другой сумке, то, соответственно, имея под рукой приложение госуслуги авто, ты сможешь, вернее, в будущем предъявить с экрана их электронные копии. А те, кто сейчас в комментариях будут писать, а что же делать, если я не взял с собой зарядку, телефон полностью разрядился, выключился, то могу дать всего лишь два совета. Либо держите телефон заряженным в таком случае, если вы используете только электронные документы, либо, соответственно, возите с собой оригиналы. Третьего варианта пока что не предусмотрено. Вот такая вот информация. А если вы хотите оформить себе электронный полис ОСАГО, то вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видеороликом. Там вы сможете на одной странице сравнить актуальные предложения по ценам и выбрать наиболее подходящий именно для вас вариант. Спасибо, что рассмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу? Рады ли вы этим поправкам в будущем? Планируете, либо не планируете пользоваться электронной версией документов водителя? Всем этим вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok